Всем большущий привет! С вами я, Полина, и да, я снимаю подборку книг на Драконию Тиматино. Потрясающая подборка! Книги просто горячо любимые. Многие из них читаны, ну, по крайней мере, часть из них точно. Как вы знаете, у нас идёт год Дракона, поэтому я не могла не снять такое видео, и сейчас вот прям случай подоспел, когда я наконец-то вот снимаю это долгожданное видео. Не буду томить, давайте, наконец-то, начнём. Начну я с книги, которую я не читала, но с которой очень бы хотелось начать. Это Двор драконов от Фрост Кей. Здесь у нас любовь или не любовь, непонятно пока, что ещё эту книгу не читала. Здесь у нас есть Рен, принцесса Драконих островов, и в какой-то момент она то ли их теряет, то ли не имеет права быть принцессой, пока что тоже, опять же, не ясно. Надеясь отомстить и вернуть трон, Рен притворяется покорной. Она шпионит, строит заговоры и ждёт подходящего момента, чтобы ударить в самое сердце эльфийской королевской семьи. Но чем больше времени девушка проводит со своим опасным и невероятно привлекательным мужем, тем сильнее привязывается к нему. Книга 18+, это у нас первая часть, так что вот такая вот первая книга. Вторая книга у меня это Рубиновый лес Анастасии Гор. Книга попала в эту подборку, потому что, господи, здесь главный герой это сам дракон Солярис. Солярис это у нас молодой дракон, который хотел отомстить королевству за его род, потому что очень много людей убивали драконов очень много лет, и он пришёл отомстить, но случайно попадает под стражу и становится, скажем так, охранником для главной героини, господи, Рубин. Спустя 17 лет появляется красный туман, в котором исчезают люди. Солярису и Рубин придётся столкнуться с прошлым лицом к лицу, чтобы спасти оба народа. К книге у меня очень много вопросов, я, опять же, её ещё не читала, собираюсь как раз-таки, пока что не знаю, в какой период времени, но да, собираюсь. Далее у меня здесь потрясающая книга, начало трилогии, Анны Джейн, её наследница чёрного дракона. И здесь у нас драконы в очень странной кондиции, драконами являются сами люди. Драконы – это такой, скажем, не вид, господи, род людей, драконий, род людей. Очень странное словосочетание. И здесь у нас есть ледяные драконы, есть огненные драконы, водяные, я так понимаю, тоже здесь есть. И внезапно выясняется, что наша главная героиня является наследницей чёрного дракона, которым управляет тьмой. Вот. И здесь у нас запутанная любовная линия, что же там такое интересное скрывается. Главный герой у нас является ледяным драконом, и он ненавидит нашу главную героиню. Почему? Узнаете, прочитав эту книгу. Очень классная, потрясающая. Считаю то, что это не прям ярая фэнтези, но именно с точки зрения здесь нету какого-то вот такого копошения в, господи, в этом мире, какое-то мироустройство. Здесь вот история конкретно про двух людей, про их взаимоотношения, и чуть-чуть немножечко приправленная как раз-таки вот всей этой магии. Да, и здесь у нас Академия, поэтому тоже как такое обучение проходят главные герои. Потрясающая трилогия, прочитала. Ой, как я её люблю, как мне она нравится. И это не то фэнтези, которое вот принято считать вот фэнтези с драконами, вау. Здесь драконы являются само собой разумеющейся частью, скажем так, жизни главных героев. Учатся, как бы скажем, обладать этой силой. Ну и всё в этом роде, да. Обязательно рекомендую к прочтению. Потрясающая книга. Очень она мне в своё время понравилась. Далее у меня здесь та книга, которая остаётся любимой спустя очень-очень много лет. И это та книга, с которой я начала свой читательский путь. Посмотрите, тут даже просто книга вся пожелтевшая. Уже невозможно. Горячо мною любимое и фильм мною горячо любимое, но я их отделяю, безусловно. Это ритуал Марии Сергея Диченко. Здесь у нас главная героиня является принцессой. У неё есть сестра. И её должен был похитить дракон. Но, к сожалению, немножечко промахнулся и забрал нашу главную героиню. Похитил. А главная героиня у нас не то, чтобы прям красавица, с очень таким немножечко бесячим характером. И дракон думает, боже мой, как бы мне от тебя избавиться. А похищал он эту невесту, чтобы совершить ритуал. Так как ритуал, который он должен совершить был, а именно сжигание изнутри девушки, он не хочет этого делать. И поэтому оставляют её просто, ждёт, когда её наконец-то спасут. Вот. И что между главными героями там происходит? Очень интересная книга. Думаю, блин, каждый раз хочу перечитать, но так боюсь вот это вот испортить первое впечатление. Невозможно. Но горячо любимое. Я очень люблю эту книгу. Ой, невероятно. Забыла упомянуть о том, что наш дракон превращается в человека. Поэтому такой вот немножечко оборотень среди драконьего мира. Далее у меня здесь нестандартная книга, и здесь не совсем драконная тематика. Её здесь будет по минимуму, но так, знаете, вскользь. Но, блин, мне так хочется её порекомендовать, мне так хочется её в этот топ засунуть, что я просто, я думала, вообще, ну, не как, короче. Стивен Кинг, «Глаза дракона». Просто малюсенькая книжка, сказка фэнтези. Кинг писал это для своей дочери. И это сказка, знаете, про королевство, куда проникает тёмный маг, который начинает управлять всеми вот этими делами дворца изнутри. Здесь также два наследника, который, один из них, как бы, такой благородный, весь из себя прекрасный, и который рождён для того, чтобы управлять этим королевством, остаётся в заложниках, в башне, из которой невозможно выбраться. А на престол у нас встаёт младший, как раз-таки, наследник, который находится под властью этого самого властелина. Вот, дальше я не хочу ничего говорить. Потрясающая история, которую буду перечитывать не один раз. Просто такое классное послевкусие у этой книги. И, в принципе, прочтение потрясающее. Мне кажется, если бы... Мне кажется, вот Кинг, в принципе, когда пробует какие-то жанры, они у него как-то очень классно получаются. Не понимаю, почему. Но вот это та книга Кинга, которой вот прям и жути как таковой прям яростной нету, но при этом и леденяющую душу описание, вот как у него в обычных его... в обычных его работах здесь тоже будет. И, блин, прям советую. Ой, ну извините меня, но об этой книге уже не могу не говорить. Это все, это как бы... Знаете, если бы я не упомянула эту книгу в этом видео, меня бы, наверное, просто бы, не знаю, сожрали бы в комментариях. Четвертое крыло Рыбаки Ярос. Я знаю, что я уже задолбала всех этой книгой. Давайте я сниму обложку. Ну, вы понимаете, да? Драконы здесь являются одними из главных героев. Класс! Здесь у нас история главной героини, которая всю жизнь готовилась к тому, чтобы вступить в отряд песцов, чтобы вести какие-то летописи, списки людей, но никак не подозревала, что за нее решат иначе. И она идет проходить испытания на всадника, на дракона. И это такое потрясающее описание, такой классный мир. И послевкусие потрясающее. Концовка вообще просто что? А где вторая часть? Я не знаю, с такой любовью отношусь к этой истории. И я вообще все. Я в любви невозможной. И сейчас просто буду все видео потрачу на то, что буду говорить, какая прекрасная эта книга. И все. Драконьей тематикой вот здесь прям вот то самое. Всадники учатся как раз-таки. Во-первых, выбирают дракона, во-вторых, пытаются оседлать. Причем не просто они выбирают дракона. Дракон их выбирает. Господи, как потрясающе это написано. Все, я не могу иначе сейчас все видео потрачу на то, чтобы просто вам орать в голос про эту книгу. Далее та книга, которая разорвала просто мои комментарии под этим видео. Просто разрыв жопы устроила на канале. Я поставляла отдельное видео. Это была новинка Ли Арден, которую я, ну скажем так, немножко пропоносила. Потому что то, что здесь какое-то морковесие произошло, мне не особо понравилось. Двойник Запада это диалогия. Первая книга это Двойник Запада, вторая книга называется Пятый Дракон. Здесь у нас главная героиня, она является двойником, такой, знаете, таким, блин, я не могу объяснить, по-другому, пушечным мясом для недобрых людей, которые пытаются убить принцессу. То есть она является двойником этой самой принцессы, которая заместо нее ходит на балы, ходит на обучение, ходит туда-сюда. Но в целом, если ее убьют, как бы главное, чтобы принцесса была цела и невредима. Вот. И как раз-таки драконняя тематика здесь у нас на каждой, господи, на каждой, на каждую сторону света или на каждый континент, я вот честно очень плохо помню, есть свой дракон. Дракон льда, дракон ветра, дракон пламени. И есть такой, некая такая легенда про западного дракона, про дракона, который ну, как бы, скажем, обладает не самыми приятными способностями. И в целом очень такая непонятная личность. Немножко путаюсь, потому что очень долго психовала с этой книги, но при этом купила вторую часть. И вот сейчас думаю все-таки допинать эту серию. Может быть все-таки мнение как-то поменяется или вообще перечитать эту книгу с новым свежим взглядом. Надо попробовать. Лея Арден не была бы Лея Арден, если бы не писала про любовь, конечно же. Далее у меня здесь книга вот прям тот самый жанр, который вот, ну, прям разрыв всего. Это Брайан Наслунд «Экологическая фэнтези. Кровь изгнания. Драконы Терры. Первая книга». Здесь у нас драконы являются такой, знаете, цепочкой экологической. если не будет драконов, мир попросту исчезнет. И у нас при этом есть такая профессия драконоборцы, драконьеры, не, господи, драконьеры, они убивают драконов, которые как бы приближаются к каким-то городкам, деревням и за это получают какие-то награды. но при этом это те люди, которых не жалко, это те люди, которые с чем-то провинились, это как каторга для них. И есть у нас такой парень, потрясающий Бершард, безупречный, Сайлас Бершард, который собственно и является потомком знатного рода, но что-то произошло и он стал как раз таки татуированным вот этим драконьером, драконьером. И собственно это вот его и не только история. Вот здесь у нас будут разные персонажи, вся вот эта вот знаете своеобразная такая алхимия, которая мне очень-очень нравится здесь, также история этого мира. Приключения главных героев очень смешные, диалоги здесь будут, в принципе ожидание, что это очень-очень грязное такое фэнтези, ну не то чтобы обергромби, но ну что мне не нравится в этой всей трилогии это то, что здесь очень много политических вот этих вот всех моментов, в которых ты просто путаешься, а этому может быть посвящена одна, две, три главы и ты такой боже мой, что за фигня, но я очень люблю эту всю серию. Эти книги стали у меня лучшими в 23-м году, вот, поэтому горячо любимые советую и две последние книги, одну из них я читала, другую из них я еще только собираюсь читать, это две книги одного автора Урсулы Легуин, конечно же Волшебник Земноморья и некое продолжение сказания Земноморья. Здесь очень интересная магия, очень интересный мир сам по себе, ты вот читаешь, это все очень неспешно, в то же время ты летишь по тексту, хочешь еще, не можешь насытиться этим текстом. Я читала эту книгу, когда ехала в Новосибирск и обратно когда ехала, я тоже читала эту книгу, прославилась с ней, было очень круто. Здесь тоже своеобразная такая магия, магия имени, то есть у каждого предмета, даже не то, чтобы у предмета, у каждого живого существа есть свое истинное имя, и если ты узнаешь, например, истинное имя, ну, допустим, коровы, корова начинает тебе подчиняться. Волшебник Земноморья это начало-начал всего вообще вот этого вот. Дальше именно в этом сборнике у меня идут тоже остальные романы, посвященные отдельным каким-то событиям, в которых появляются, скажем так, персонажи или персонаж из Волшебника Земноморья. Вот, и они все друг с дружкой связаны, поэтому обязательно прочитайте Волшебника, а потом уже читайте все остальное. вот. Сказания Земноморья я еще не читала, но планирую в этом году. По поводу драконьей тематики, конечно же, сомнительно немного, потому что дракон конкретно здесь, я помню, встречается один раз. Что у нас здесь будет, не знаю, но вот такая вот стопка у меня получилась из книг, которые посвящены как раз-таки драконьей тематике. Все, надеюсь, вам понравилось это видео, если так, то обязательно лайкайте и пишите свой комментарий, что вы из этого читали, может быть, тоже что-то хотите из драконьей тематики почитать, тоже обязательно пишите в комментариях, и я вас всех безумно люблю, желаю вам всего самого наилучшего, всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok